Какая минимальная нагрузка дает эффект на рост мышц? Допустим, ваше максимум в приседе 100 кг. Что эффективнее для роста ваших мышц? Приседать до упора с 30-килограммовой штангой или с 80-килограммовой? Не спешите давать ваш вариант ответа. Ученые все давно проверили. Известный фитнес-эксперт Сергей Струков собрал и перевел на русский текст на основе 68 научных исследований, в которых происходит попытка ответить на вопрос, существует ли минимальный порог интенсивности для стимуляции адапционной гипертрофии при тренировке с одегощениями. 60-75% от повторного максимума дают наилучший эффект в традиционном подходе к тренировкам. Для существенного увеличения размеров мышц необходима интенсивность нагрузки на уровне около 60% от вашего максимума, который вы сможете сделать только один раз. Что соответствует примерно 10-12 повторениям. Предположительно, что это минимальный уровень, необходимый для активации всего спектра мышечных волокон. В ходе исследования выяснили влияние интенсивности тренировки на широкий спектр нагрузки от 20% до 90% максимального рабочего веса испытуемых. При интенсивности нагрузки 20% они выполняли 3 подхода по 27 повторений, при 40% 3 подхода по 14 повторений, при 60% 3 подхода по 9 повторений, при 75% 3 подхода по 8 повторений и при 90% 6 подходов по 3 повторения. Таким образом, общий объем работы, общий объем поднимаемого веса во всех пяти случаях был одинаковым. В результате увеличение синтеза мышечных белков было минимальным. После упражнений с интенсивностью 20% и 40%, но существенно повысилось при 60% и достигла плата. Другими словами, при дальнейшем повышении величины нагрузки в процентах от максимального веса, который могли взять испытуемые значительного роста, синтеза мышечных белков не происходило. Результаты были справедливы и для молодых, и для пожилых людей. Подтверждаю, что стимулирующее воздействие упражнений достигает максимум при нагрузке от 60% до 75% от максимального веса. Низкая интенсивность эффективна, если работать до отказа. Тем не менее, появляются данные, что тренировка с нягощениями низкой интенсивности, даже с весом в 30% от вашего максимума, может вызывать существенный рост мышц, во многих случаях не меньше, чем при упражнениях с высокой интенсивностью. Авторы предыдущего исследования не отметили, выполнялась ли нагрузка низкой интенсивности 20-40% до отказа. Это не являлось целью, однако. Это очень важное ограничение, так как экспериментально показано, что гипертрофия роста мышц в ответ на тренировку с низкой нагрузкой происходит, если повторения выполняются до точки произвольного мышечного отказа. В исследовании 15 молодых активных людей выполняли 4 подхода разгибаний голени одной ногой. Сначала с нагрузкой 30%, затем 90% от их повторного максимума до произвольного мышечного утомления каждой. В третий раз упражнение выполнялось с интенсивностью 30% с работой. Повторение умножили на нагрузку равной нагрузке 90%. Грубо говоря, при нагрузке в 30% сделали в 3 раза больше повторов, чем при нагрузке в 90% от повторного максимума. В результате количество повторов получалось меньше, чем при выполнении с той же нагрузкой, но до упора. Спустя 4 часа после окончания каждой из этих трех нагрузок синтез мышечных белков был повышен. Но уровни в третьем случае 30% нагрузки с количеством повторов в 3 раза больше, чем на 90%, но не до упора, были примерно в половину ниже, чем после первых двух нагрузок. Другими словами, решающее значение в этом эксперименте имел факт выполнения упражнений с низким весом до мышечного утомления, до упора. При этом примечательно, что синтез мышечных белков, миофибрил, мышечные волокна, оставался повышенным спустя сутки после упражнения лишь при нагрузке в 30% от максимального веса, но с количеством повторов до отказа. В качестве вывода упражнения, выполняемые с низкой интенсивностью до отказа, вызывают больший срочный мышечный ответ по сравнению с упражнениями высокой интенсивности. Правда, следует отметить, что объем работы был существенно выше при выполнении нагрузки в 30% до отказа по сравнению с нагрузкой в 90%. Грубо говоря, при нагрузке в 90% от одноразового максимума, испытуемые могли сделать, например, только по 3 повторения, а при нагрузке в 30% до упора намного больше 9 повторений. Этот факт не позволяет выделить влияние интенсивности в этом исследовании. Результаты противоречивые. Больше повторов, меньше мышц. В ходе исследований 32 нетренированных молодых человека от 17 до 28 лет случайным образом разделили на 3 группы. В одной группе веса в упражнениях подбирали так, чтобы они выполняли 3-5 повторов до упора. По 4 подхода каждого упражнения с отдыхом между подходами 3 минуты. Вторая группа выполняла по 3 подхода на 9-11 раз и отдыхом между подходами 2 минуты. Третья группа выполняла 2 подхода по 20-28 повторов и отдыхом в 1 минуту. Ну и контрольная группа для сравнения вообще не выполняла никаких упражнений с отягощениями. Тренировка включала жимы ногами, приседания и разгибания голени с приблизительно равным общим объемом работы. Занятия проводились 2 раза в неделю. Первые 4 недели и 3 раза в неделю. В оставшиеся 4 недели отягощения прогрессивно увеличивали, ориентируясь на выполнение необходимого количества повторений. Во всех подходах все подходы выполнялись до концентрического мышечного отказа. Оценивали и в итоге площадь поперечного сечения мышцы, от чего напрямую зависит ее сила и объем. Для оценки использовали биопсию латеральной широкой мышцы. Спустя 8 недель в группах с низким и средним количеством повторений обнаружено существенное увеличение площади поперечного сечения волокон на 12,5-19,5 и 26%. А вот увеличение волокон в группе с высоким количеством повторений и соответственно низкой интенсивностью не достигло статической значимости для любого из типов волокон. А значит упражнение низкой интенсивности с количеством повторов до упора 20-28 не подходит для стимуляции гипертрофии. Количество повторов несущественное, если они сделаны до отказа. Другие ученые применили аналогичную базовую тренировочную программу исследования. 25 здоровых людей в возрасте 34-44 лет с опытом тренировок с отягощениями по крайней мере 1 год разделили только на 2 группы с низким и высоким количеством повторений. Группу со средним количеством повторений исключили. В итоге после 8 недель тренировки было обнаружено увеличение площади поперечного сечения четырехглавой мышцы бедра на 10% в обеих группах без существенных различий. В следующей работе этой же лаборатории с похожей характеристикой испытуемых сообщили о 10% увеличении размеров четырехглавой мышцы без существенных различий между группами, которые использовали аналогичный протокол тренировки. Исследователи полагают, что результаты расходятся с данными, описанными выше в предыдущем примере, из-за нетренированности людей более старшего возраста, вследствие чего любой вид тренировки с отягощениями этой популяции способен предоставить существенный стимул для мышечного роста. Примечательно, что следующие исследования, где применили подобный протокол для здоровых молодых людей, показали 18% повышение количества клеток сателлитов, связанное с тренировкой низкой интенсивности с большим количеством повторений. Следовательно, упражнения с небольшими весами и большим количеством повторов, сделанные до упора, могут оказывать положительное воздействие на ранние стадии процесса формирования мышечной ткани. Три подхода с небольшим весом дают больше эффект, чем один подход с большим. В лаборатории Стюарт Филлипс провели эксперимент с похожими условиями для испытуемых, чтобы проверить гипотезу долговременного увеличения мышц. 18 нетренированных людей от 20 до 22 лет случайным образом распределяли в группы, которые выполняли разные тренировки с отягощениями, включающие разгибание голени одной ноги до упора. Одна группа делала три подхода упражнений низкой интенсивности с 30% от максимального одноповторного максимума. Вторая три подхода упражнений высокой интенсивности 80% от максимума. Третья только один подход 80% от максимума. Занятия проводили. В конце исследования в первых двух группах и с низкой и высокой интенсивностью произошли существенные увеличения мышечных объемов. В первой в среднем плюс 6,8, во второй 7,2. А в третьей группе выполняли всего лишь один подход зафиксировано лишь незначительное увеличение мышц. Менее половины от результата предыдущих групп 3,2. Это означает, что упражнение низкой эффективности в трех подходах до мышечного отказа эффективнее упражнений с весом, близким к максимальному. Но в одном подходе. Это означает, что при вашей максималке в приседе в 100 кг, если вы делаете приседания с 30-килограммовой штангой до упора по эффекту на рост мышц, это примерно равносильно приседаниям с 80-килограммовой штангой. Выводы исследования показывают, что средний диапазон повторений от 6 до 12 раз с использованием контролируемого темпа поднимания веса, возможно, оптимальный для максимального роста мышц. Этот так называемый диапазон гипертрофии возможно обеспечивает оптимальное сочетание механического напряжения, метаболического стресса и повреждений мышц, тем самым формируя устойчивый рост ваших мышц. Однако, есть веские основания для включения в программы тренировок на увеличение массы мышц нагрузок разной интенсивности. Тренировка с низким количеством повторений от 1 до 5 улучшает нервно-мышечную адаптацию, необходимую для развития максимальной силы. Подобная адаптация позволяет использовать большие веса и тем самым большее механическое напряжение при умеренной интенсивности. И наоборот, тренировка с высоким количеством повторений более 15 может уменьшить образование лактата при выполнении упражнений, задерживая наступление утомления и тем самым привести к большим изменениям мышечных волокон. Этот вариативный подход особенно важен для людей со значительным опытом тренировок, когда необходим более высокий уровень перегрузки для продолжения адаптационных изменений. Есть также данные о том, тренировка низкой интенсивности с большим количеством повторов может увеличивать массу мышц у нетренированных людей. Тренировки с низкой нагрузкой до отказа кажутся оптимальным решением для увеличения массы мышц у новичков. Это может быть также полезно для пожилых людей или тех, кто не может выполнять упражнения с отягощениями близкими к максимальным. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok